Хотели как лучше, а получилось как всегда. Наши дорожники немножко перестарались. Решив нарисовать новую разметку на улице Манаса, забыли стереть старую. До недавнего времени, а конкретно до сегодняшнего дня, вы могли наблюдать эту картину на пересечении улиц Чуй-Манаса. Это не могло не ввести водителей в заблуждение. По какой же соблюдать правила, неясно. Еще и участок оборудован камерами безопасного города. Начали поступать жалобы, и мэрия решила стереть ненужную полосу, чем и занимается сейчас. Об этом сообщает муниципалитет. Однако бешкекчане заявляют, что на пересечении улиц Байтик, Батыра и Ахунбаева такая же ситуация с разметкой. Надеемся, что это просто нелепая случайность, а не способ вытянуть побольше штрафов, которые бы зафиксировали камеры. Желание похудеть частенько появляется весной. Люди находят множество методов и мотиваций. Однако в Узбекистане мотивация своя. Шавкад Мирзеев решил начать с сотрудников ОВД и военнослужащих. Приказ возник в ходе рабочего визита президента в Наманган. Он отмечает, нам не нужны сотрудники с лишним весом. Как они будут ловить преступников? Пускай занимаются спортом. Это будет огромной пользой для них. Добавляется, что похудеть нужно будет за 3-6 месяцев. Планируется ввести в практику физические упражнения в течение дня, а также проводить различные соревнования. Напомним, впервые с таким предложением выступила МВД Таджикистана. Еще в 2016 году они потребовали от своих сотрудников сбросить лишний вес, да и в целом следить за своим внешним видом. Современная традиция тоев «Операция Баштык» продолжает жить. Правда, движется немного не в том направлении. Полторы тысячи наших соотечественников поехали на фестиваль «Вселенная кочевников», который состоится в Саудовской Аравии. Само событие откроется 9 марта, но наши кыргызстанцы дали о себе знать уже сейчас. Правда, с отрицательной стороны. Пользователь Facebook Бегема Дженебекова опубликовала пост, где участники сидят в колпаках, задрав босые ноги на стол. Неплохо было бы, если бы деятели культуры были культурными и в чужой стране. Они должны помнить, что является лицом государства и всей нации. Колпаки – это, конечно, правильно, но само поведение отвратительное, – отмечает автор. Шведский стол растаскивают в прямом смысле ящиками. В случае, если стол еще закрыт, они начинают свистеть и кричать, чтобы персонал поторопился. Местные жители в шоке от такого поведения.